С такими товарищами и врагов не надо. Бобруйчанку обманула интернет-аферистка. Жительница Гомельской области попросила взять с ее два кредита. Почем нынче дружба? Был ваш, стал наш. В городе участились кражи велосипедов. Как уберечь двухколесного? И без угрызений совести правоохранители задержали кладвумен. В ходе осмотра мобильного телефона данной девушки были обнаружены закладки с данными наркотиками на территории города Кировска. Что грозит наркокурьерша? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Эффект домино. В переулке Куйбышево горело сразу несколько хозпостроек. Огонь быстро перекидывался с одной на другую. Черный дым был виден за несколько километров. О причинах произошедшего пока говорить рано. Карина Гуревич о пугающем зрелище. Черные клубы дыма появились в небе около двух часов дня. Жуткое зрелище виднелось за несколько километров. На звуки сирены в переулке Куйбышево сбежались десятки людей. Евгений Родионов заметил пожар одним из первых. Напуганная хозяйка выбежала из дома и попросила мужчину вызвать спасателей. Они приехали сюда. Так получилось, что во дворе дома стоял автомобиль, и его невозможно было выгнать. Хозяина не было. Невозможно было подъехать. Потом подъехал хозяин, выгнал машину, и началось тушение пожара. Со слов очевидцев, сначала огонь охватил один сарай, а уже потом перекинулся на соседние строения. Спасателям были поставлены непростые задачи. Помимо ликвидации пожаров, такую жару очень важно не дать пламени распространиться дальше. Жарко-то не от солнца. Хозпостройка в центре города вспыхнула средь бела дня. В причинах еще предстоит разобраться специалистам. Но уже ясно одно. Зрелище здесь точно не для слабонервных. Черный дым разъедает глаза. Крыша и стены рушатся прямо на глазах. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако такой пожар оставил нешуточные последствия. В ужасе не только хозяева, но и соседи. Беспощадное пламя было готово подобраться к их имуществу. Пожары в Бобруйске исчисляются десятками. По всей стране цифра подбирается к трём тысячам. Огненные ЧП фиксируются ежедневно. Причин множество. Но в каждом случае ясно одно. Огонь не дает отсрочек и не прощает ошибок. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Сирена. Старый друг лучше новых двух. Бобруйчанку обманула интернет-аферистка. Девушка познакомилась в сети с 24-летней жительницей Рогачева. В процессе переписки та рассказала, что у нее есть мечта – открыть парикмахерскую. Помещение ей якобы подарит мама на день рождения. А на покупку техники и мебели не хватает. Затем подруги встретились в Бобруйске. Воспользовавшись доверием новой знакомой, жительница Гомельской области попросила взять с ее два кредита на общую сумму 8400. Деньги обещала платить. Однако через некоторое время просто перестала выходить на связь. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка. Плохо стоял. Бобруйчанин украл велосипед. Немецкий байк находился в подъезде дома по 50 лет в ЛКСМ. Неизвестный мужчина перекусил противоугонный трос и был таков. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Через некоторое время вор был задержан, причем с еще одним угнанным аистом. Он укатил двухколесное транспортное средство, которое стоило около 930 рублей от одного из веломагазинов, хозяин которого не успел заметить пропажу. Общая стоимость украденного составила 2130 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Бизнес на несчастье. Оперативники задержали 30-летнюю бобруйчанку. Известно, девушка работала на наркомаркет. При себе у нее обнаружили 25 грамм мефедрона. Закладки с особо опасным веществом курьер намеревалась разложить в тайнике на территории Осипович. В ходе осмотра мобильного телефона данной девушки были обнаружены закладки с данными наркотиками на территории города Кировска. Последние закладки были обнаружены, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Аналогичное преступление совершила и 19-летняя горожанка. Она также работала на подобный интернет-магазин. У девушки изъято 5 грамм мефедрона. Его она планировала распространить в Бобруйске. Жизнь взамен на эйфорию в Беларуси проходит специальная программа МАК. Главная задача – уничтожение плантации МАКа и конопли, изъятие из незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, а также проведение профилактической работы. Только за 2021 правоохранители уничтожили 10 гектаров незаконных посевов. Наказание понесли 255 человек. Предусмотрена административная ответственность, за которую грозит штраф до 20 базовых величин. В случае установления фактов изготовления из данных растений наркотика, либо их сбыта, наступает уголовная ответственность по статье 329 Уголовного кодекса. Срок за данное преступление – до 3 лет лишения свободы. Срок может увеличиться до 7 лет за повторное нарушение. В составе организованной группы светит и вовсе до 15. Правоохранители напоминают – лучше самим уничтожить любые наркосодержащие растения, которые растут на прилегающей территории. И самое главное – оградить себя и своих близких от вредоносного дурмана. Пламенный апгрейд. В Бобруйске в конце прошлой недели произошло два пожара. В пятницу в первом переулке 40 лет октября горел дом. Известно, хозяева ремонтировали кровлю при помощи паяльной лампы, отчего загорелась дощатая обрешетка. Самостоятельно справиться со стихией не удалось, пришлось вызвать спасателей. В результате пожара огнем уничтожена куровля, повреждены перекрытия и имущества в кухне. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Уже в субботу вспыхнула хозпостройка на Карла Маркса. Здесь причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уничтожена крыша, повреждено перекрытие и имущество. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Нитфоспит в Кировском районе. Пьяный водитель пытался скрыться от госавтоинспекции. Вечером 3 июня экипаж ГАИ в деревне Любонича Кировского района обратил внимание на «Опель», который ехал без переднего бампера. Увидев маяки синего и красного цветов, водитель решил не останавливаться. После непродолжительной погони инспекторы задержали 44-летнего бобруйчанина, в крови которого нашли 2,5 промилле алкоголя. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. И Кристина Рьянц, увидимся через неделю.